Новым властям Афганистана, несмотря на голод в стране, удалось изменить свой имидж. И окружающие страны начали им больше доверять. В Кабуле сейчас много посольств, одни открыты полностью, а некоторые на уровне консульств. Установлены контакты с соседними странами, со странами региона и другими государствами. На сегодняшний день талибам удалось снизить международное давление на Афганистан, частично ослабить санкции и начать путь к нормальной жизни общества. Денежная единица Афганистана тоже в последнее время показывает курс укрепления. Талибы пытаются сделать Афганистан центральным хабом в Азии для перемещения и регулирования грузопотока из Европы в Азию. Также у талибов запланированы переговоры с представителями Евросоюза. А через Катар Талибан стремится добиться международного признания и разморозки 7 миллиардов долларов, хранящихся на счетах Центробанка Афганистана в США, поскольку в стране без этих денег начинается страшный голод. Несмотря на это, с этими замороженными в американских банках деньгами творится что-то невероятное. На днях президент Соединенных Штатов подписал указ об использовании половины данной суммы для выплат компенсации семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года. Вторую же часть планируется направить на оказание гуманитарной помощи самому Афганистану. МИД России из-за этого шага обвинил США в лицемерии. За то, что Вашингтон использует чужие деньги и без того нищие страны для решения своих задач. Надо отметить, что Талибан надеется на плотное общение с Москвой, на ее поддержку. Одновременно с этим Евросоюз принял решение предоставить афганскому народу помощь в размере 500 миллионов евро через он. Но этих денег катастрофически не хватит на все проблемы голодающей страны. Развитый мир лицемерно наблюдает за тем, как Афганистан скатывается в гуманитарную катастрофу. При этом главным посредником в переговорах талибов с мировым сообществом является Катар. Сперва в Катаре проходили консультации о формировании совместного правительства, Талибана и официального Кабула до падения последнего 15 августа 2021 года. После этого Катар стал транзитным пунктом для эвакуируемых из Афганистана иностранных посольств, контингентов стран НАТО, беженцев, что оценили в США. Многие страны вызвались помочь с эвакуацией из Афганистана, но ни одна страна не сделала больше, чем Катар, заявил в свое время госсекретарь Соединенных Штатов. Данная политика позволила Катару нарастить свою региональную значимость и повысить международный авторитет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА